Всем привет, я Монстровед! В комментариях вы часто пишите Не Скрилл, а Кривет! Скрилл, а не Кривет. Это именно верно. А Скрилл это название самого дракона. Скрилл, бля, может Кривет? Это Судноглот. Не подводный крушитель, а Судноглот. И я решил разобраться с именами героев мультфильма Как приручить дракона. И оказывается это очень интересно. Например, я всегда думал, что имя Икинг произошло от слова Викинг. Только букву В убрали. Но оказывается это совсем не так. Сегодня расскажу о том, как на самом деле переводятся имена героев мультфильма. Если видео будет интересным, то я могу рассказать про остальных драконов мультсериала. Про Икинга я расскажу в конце, так как его имя самое интересное. А начну с самого неинтересного. Астрид Хоферсон. Тут ничего интересного нет. Ее просто зовут Астрид. Никакого тайного смысла в ее имени нет. А вот ее дракон уже интереснее. Злобный змеевик. В английском варианте это звучит как Дедли Неде. Дедли переводится как Смертельный. А слово Неде, скорее всего, происходит от Энеде, что означает Гадюка. Получается дословный перевод Смертельная Гадюка. Но в русском варианте мы его знаем как Злобный змеевик. Ну, что-то общее в этих именах есть. Теперь переходим к имени Дедли Неде. Стом Флай. Здесь два слова. Стом переводится как Шторм. А Флай летать. Получается летающий шторм. Или, как я видел в некоторых озвучках, Штормовиться. Почему в озвучке Невафильм ее имя Громгильда, я не знаю. Следующий наездник со своим драконом это Снот Лаут. Снот переводится как Сопли, а Лаут Хам. Сопливый Хам. Ты, наверное, уже догадался, что этого наездника мы знаем как Смаркала. Ну да. Есть что-то общее между этими двумя именами. Дракон Смаркалы – ужасное чудовище. В английском варианте звучит как Монстроэс Найтмэээ, что переводится как Чудовищный Кошмар. И имя у него не Крювоклык, а Крюкоклык, потому что его зовут Хук Фэн. Хук – это Крюк, Фэн – это Клык. Теперь на очереди Рыбьенок. Очень странное имя. Но оказывается, в оригинале оно такое же странное, только в множественном числе. Фиш Лэкс. Фиш – рыба, Лэкс – ноги. Получается Рыбьеноги. Странное имя и в английском, и в русском варианте. Дракон Рыбьенога – Громмель. На английском звучит как Гранкл. Теперь к имени переходим. Английское имя Громмеля – Мид Лаг. Мид – мясо, а лаг переводится как Ушко, Проушина, Выступ. Наверное, какое-то непереводимое американское слово. Но в некоторых субтитрах Мид Лаг переводится как Мяснуша. На очереди Задирака и Забияка. Вот уж точно непереводимые имена. Я пытался перевести, и ничего не получилось. В английском варианте их имена Таф-Над и Раф-Над. Наверное, какая-то игра слов. Потому что при переводе какая-то ерунда получается. Над можно перевести как Чудак-Псих. Таф – это Туф. Туф – это горная вулканическая порода. Раф можно перевести как Ёрш – это рыба. И Турухтан – это птица. Получается, Задираку зовут Туфовый Чудак, а Забияку – Чудачка Турухтан. Бессмыслица какая-то. Задирака и Забияка лучше. Наверное, Таф-Над и Раф-Над что-то означают на английском сленге. Если кто знает, что именно, пишите в комментариях. Переходим к дракону. Кошмарный Престеголов. Я никогда не понимал, что такое Престеголов. Но когда перевел английское название, я понял смысл русского названия. Итак, английское имя дракона Задираки и Забияки – Хидиас Зипплбэк. Хидиас – это отвратительный, ужасный. Зип – застежка молнии, бэк – спина. Получается дословный перевод. Отвратительный с застежкой молнии на спине. А у него действительно головы с хвостом соединяются как бы с застежкой молнии. И теперь я понимаю, почему Престеголов, а не Пристиголов. Потому что у него головы пристегиваются. Поэтому и Пристиголов. Имена Барса и Вепря на английском звучат как Баф и Белч. Эти глаголы и дословно переводятся как Блевать и Рыгать. Так что это не Барс и Вепр, а Блевун и Рыгун. Ну и в конце про Беззубика с Икингом. Ночная Фурия. Найт Фьюери. В принципе так и переводится. Можно еще перевести Ночная Ярость. Имя Ночной Фурии – Туфлес. Что дословно переводится как Беззубов. Ну и теперь Икинг – Кровожадный Карасик Третий. Хоть бы Карась перевели, а то Карасик как-то не для вождя имя. Английское имя Икинга – Хикап Хе Рендес Хедек. Переводим каждое слово. Хикап – Икота, Икающий. Так вот почему его зовут Икинг. От слова Икота, а не от слова Викинг. Херендес – Ужасный. Хедек – Пикша. Это такая рыба, которая как раз живет в Северных морях, рядом с Викингами. А Карасей, кстати, там вообще не бывает. Вот такое интересное имя Уикинга. Ну как, вождя племени можно назвать Икотой? Вот они, герои мультфильма «Как приучить дракона» с моим переводом. Астрид и ее смертельная гадюка Штормовица. Сопливый Хам и его дракон Чудовищный Кошмар Крюка-Клык. Рыбьи Ноги с Громмелем Мяснуша. Туфовый Чудак и Чудачка Турухтан со своим отвратительным драконом с застежкой на спине, которых зовут Блевун и Рыгун. И напоследок икающая ужасная Пикша Третья и его любимый дракон Ночная Ярость Беззубик. Если у тебя есть свой вариант перевода имени, пиши в комментариях. Подписывайся на канал. Ставь лайк, если тебе понравилось видео. Ну а на сегодня это все. Всем пока!